МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Любашин, преподаватель научно-творческой лаборатории современной формы танца, Академии русского балета имени Вагановой. 11 числа очередное мероприятие будет уже завтра, мы о нем расскажем. Но подробности пока не будем рассказывать, пусть Дарья нам расскажет. Думаю, может быть, и пойду. Я была на мероприятиях проекта «Город в движении», они очень вдохновляющие, подробности после 12. А в первом часе мы, можно сказать, что открываем такую городскую тему. Мы говорим о внешней рекламе, наружной рекламе, как мы привыкли ее называть. И ставим вопрос следующим образом. С фасадов домов и придомовых территорий в Кирове исчезнет реклама? Вопрос. Здесь в студии инициирована эта тема не нами. Инициирована эта тема людьми, которые, собственно говоря, производят, размещают эту рекламу. И здесь в гостях у нас Константин Плюснин, руководитель рекламного агентства «Реком», а также Константин возглавляет ассоциацию «Арока». Эта ассоциация объединяет рекламные организации Кировской области. Которые вкупе 67%, почти 70% нашего рынка занимают. Константин, добрый день. Здравствуйте. Александр Долгополов, юрист, эксперт в сфере недвижимости. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Он поддерживает, я так понимаю, инициативы, вопросы и защищает права рекламных агентств. И не только их. И собственников. Да, сейчас мы объясним, в чем дело. И собственников домов. Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Владислав Леонидович, добрый день. Добрый день. Владислава также подключила ассоциация «Арока». И мы, безусловно, хотим выслушать позицию полномоченного по праве, по защите прав предпринимателей в Кировской области в этом вопросе. Сам вопрос через минуту нам раскроют наши гости. Но я должна сразу сказать, что мы, естественно, по этому поводу обратились в администрацию города Кирова. Потому что все движения и вопросы, которые начались в городе, и вопросы, которые сегодня будут подниматься в эфире, они связаны с тем, что городская администрация разрабатывают новую концепцию наружной рекламы. И я связалась на днях с Ильей Шульгиным, главой администрации города Кирова. Сказала, что у нас будет эта тема. Илья Вячеславович сказал, что готов на эту тему полный дать отчет. Но не в сегодняшнем эфире, поскольку два дня назад эта концепция была представлена на комиссии городской администрации. И была Шульгиным отправлена на доработку. И она будет доработана уже на следующей неделе. И в среду в рамках программы «Урбан», которая будет длиться у нас два часа. Илья Вячеславович еще два часа будет отвечать на наши вопросы, в том числе и эту тему будет отвечать. Он готов будет полностью разложить, что они задумали, и ответить в том числе на те вопросы, которые мы сегодня поднимем в нашей программе. Итак, Константин Плюснин, руководитель рекламного агентства «Реком» и глава ассоциации «АРОК». Пожалуйста, Константин, в чем проблема? Я боюсь. Я боюсь за свою жизнь, за свой коллектив, за то дело, которому посвятили уже 20 лет. Администрация не конкретно изменяет какие-то планы размещения рекламы, а перенесла рекламу в область благоустройства. И в этой области благоустройства огромное количество деталей, благодаря которым можно, не изменяя вроде бы очевидных вещей по размещению рекламы, все ликвидировать. И все это ликвидироваться как раз на базе придомых территорий и фасадов, что является огромной долей и в бюджете города, и в бюджете этих домов, жильцы которых их тратят себе как раз на благоустройство. Вот это меня очень волнует, поэтому подняли тему, создали ассоциацию и будем бороться. Потому что бороться с организацией, с городской властью, мы еще знаем, Радищев сказал чудовище, Обла, Азорна и Лая. Очень опасно, нам нужна поддержка. Константин, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что новая концепция размещения наружной рекламы, над которой работает город, она изменит рынок наружной рекламы и повлияет на вас, на ваши коллективы. Кто-то закроется, по вашим ощущениям, и не сможет выдержать конкуренции или новых условий. Это даже не концепция изменения рекламы, это какие-то мелкие вещи, которые повлияют. Если была концепция, можно было ее рассматривать. А здесь мы рассматриваем концепцию благоустройства. Куда засунута реклама. Тогда подробности. Подождите, благоустройство, засунута реклама вы говорите. Итак, как было и как теперь, вы думаете, станет? Станет так же. Нет, как было сначала, как вы работали? Как мы работали? Люди, все собственники имеют право размещения либо на своих фасадах, либо на придуманных территориях рекламы. Эта реклама согласуется в городской рекламе. В МОПе городская реклама. Муниципальное учреждение. Да, 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 да. То есть все, что сейчас размещено, размещено с полным юридическим пакетом документов. Все это что? Приведите примеры. Металлоконструкции на придуманных территориях, металлоконструкции на фасадах. Баннеры большие. Да, да, да. Световые какие-то. И световые элементы, и все, и все, и все. И огромные буквы, которые въезжаем в Киров, вятский квас. Сейчас вятского кваса, скорее всего, не будет. То есть к вам обращаются или вы обращаетесь, например, к домовладельцам. Говорите, что мы хотим на вашем доме разместить вот такую-то рекламу. Разного объема, она бывает достаточно большая. Дальше общее собрание. Совершенно верно. Общее собрание домовладельцев решает, разместить или нет. Предположим, они говорят, да, разместить. Какие суммы в течение года за размещение рекламы на домах в среднем вы выплачиваете домовладельцам? Как это происходит? В зависимости от размера рекламы от 4 до 25 тысяч. В год? В месяц. В месяц? Да. То есть в год получается от 50 до 3 тысяч. Очень хорошие деньги получаются, которые конкретно тратятся на благоустройство. Подождите секундочку. Как это происходит? Кому конкретно вы платите, на какие счета переводите эти деньги? У некоторых организаций есть расчетные счета. Дальше при управляющей компании можно свой расчетный счет открыть. Но в основном люди очень скептически относятся к административным органам, которые могут аккумулировать у себя деньги. Управляющей компанией? Есть разные формы, да. Ты слышишь? И открывают, договариваются, назначают казначей, кто-то открывает карту. То есть 286 вариантов этого перечисления денег. Законных? Законных. Вы перечисляете. Черным нелом никто никому не платит. И дальше жильцы могут использовать по своему усмотрению эти средства. Совершенно верно. Вот вы принесли фотографии. Они сейчас разложены у нас на столе. И я думаю, что мы возьмем это в оформление наших материалов на сайте. Как было и как стало. Да. Фотографии, на что, собственно, люди тратят эти деньги. Я здесь вижу, что вот есть примеры козырьков, например, над подъездами. Да, бетонные козырьки 50-х годов приходят в негодность, и их надо заменять. Заменяют. Вижу пример крыльца, где разрушены ступени, и вот крыльцо, да, на крыльцо тратят люди деньги. Вижу пример детской площадки, которая, как вы говорите, построена полностью на деньги от рекламы. Это по какому адресу? Это Ленина 20. Ленина 20. И теперь вы говорите, что у вас есть подозрение, что когда будет принята новая концепция размещения наружной рекламы, люди лишатся этих средств. Однозначно. Это что касается домовладений. А что касается предприятий, которые осуществляют вот эту деятельность на рынке наружной рекламы, сколько их у нас? И почему вы думаете, что в условиях новой концепции вы работать не сможете? У нас этих предприятий около 20-25, которые делают большие именно рекламные конструкции, которые способны и сделать и проект, и все, весь цикл от ноля до конечного результата. И у вас в таблице видно, что эти огромное количество именно придумовых территорий и фасадов занято этой рекламой. Если этот большой кусок из рынка убрать, нам просто будет нечего делать, все вы в курсе, что муниципальные контракты на размещение рекламы очень дорогие. Каждая конструкция доходит до миллиона рублей. А если при нынешней ситуации, когда с ноября месяца вообще не выставляют конструкции на торги, то есть огромный пакет хотят сформировать, и потом неизвестно кому-то он уйдет, то мы скоро пополним армию безработных. У нас есть до перерыва одна минутка. Поясните, пожалуйста, ваше последнее высказывание. Вы говорите, что с ноября месяца внешние рекламные конструкции не выставляются на торги, тогда какой механизм действовал раньше? Раньше действовал механизм каждый месяц 5, 6, 7, 8 конструкций выставлялась на торги. Суммы были небольшие, и мы вполне могли их потянуть. А теперь? Если сейчас 7 месяцев, 4,28 конструкций, это миллионов 20-30, мы не сможем это купить. Это сможет купить Москва, Казань, все кто угодно. То есть с ноября месяца не выставляются вообще на торги рекламные конструкции? На муниципальные не выставляются? На муниципальные не выставляются. И у вас есть ощущение, что они аккумулируются для того, чтобы в новом процессе, при новой концепции были запущены крупные лоты. Правильно я вас понимаю? Других вариантов нет. Все пакеты документов у них. Так, у нас на сайте eho.ru и в нашей группе ВКонтакте есть опрос, который мы нашим слушателям представили. Наружная реклама на улицах Кирова в целом. Какой вы считаете? Пожалуйста, ВКонтакте. Как люди голосуют? Скажи, пожалуйста. Ну, ВКонтакте самый популярный результат. Давайте сначала перечисли все, пожалуйста. Да, хорошо. Результатов на самом деле, точнее, вариантов ответов на самом деле много. Наружную рекламу на улицах Кирова в целом считаю полезной, качественной, смешной, раздражающей, безвкусной, пошлой, не обращая на нее внимания. Вот. Наверное, к огорчению наших гостей, большая часть опрошенных, почти 40% считает наружную рекламу на улицах Кирова раздражающей. На втором месте по популярности ответ безвкусный, но на третьем вариант ответа не обращая на нее внимания. Сколько человек проголосовало? Проголосовало более 300 человек в общей сложности. Очень даже репрезентативный вопрос. Сейчас прервемся на полминуты, и после этого я попрошу прокомментировать текущий процесс юриста Александра Долгополова. Исчезнет ли с фасадов домов и придомовых территорий в Кирове реклама? Когда это произойдет? Как это скажется на рынке рекламщиков? Как это скажется на домовладениях? Вот этот вопрос мы сегодня разбираем с подачей Ассоциация ОРОК объединяет предприятия, которые осуществляют свою деятельность на рынке внешней рекламы, наружной рекламы. И сейчас хотелось бы подключить к нашему разговору Александра Долгополова, юриста, который представляет интересы членов Ассоциации. Правильнее сказать, что не только членов Ассоциации, а также собственников всех зданий, строений, сооружений, на которых можно размещать наружную рекламу. Которые с Ассоциацией сотрудничают. Давайте мы уточним все-таки, к вам обращались жители или нет? Жители обращаются к нам с регулярностью раз в квартал по таким вопросам. Почему мы активно работаем в том числе с организацией РЕКОМ, с этой Ассоциацией ОРОКа? Поскольку жители, которые являются собственниками своих вот этих участков, являющиеся придомовой территорией многоквартирных домов, а также есть собственники нежилых зданий, которые тоже размещают рекламу на своих фасадах, они обращаются для того, чтобы устранить препятствия для ее размещения. Сейчас же я вижу препятствия, которые закладываются не в новые правила размещения рекламы, а именно в правила благоустройства. То есть у нас ведь 131 закон о местном самоуправлении в качестве самой принципиальной вещи определяет, что местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти, то есть которая через местное самоуправление решает вопросы местного значения в интересах населения. Все остальное регулируется федеральным законодательством и органами власти, исполнительной и законодательной. Так вот здесь в пределах своей власти правила внешнего благоустройства приняты были в 2008 году в городе Кирове, и сейчас в принципе незначительные на первый взгляд изменения предлагаются разработчиками, которые являются как раз администрация города Кирова, которые попали в эти правила и все боятся, в том числе рекламные организации, что эти изменения будут приняты. Как они звучат эти изменения? Давайте их озвучим. Ну смотрите, вот допустим в абзац 24, значит подраздела 37, вкладывается следующая редакция, но там в этом абзаце раньше было перечислено, где нельзя размещать наружную рекламу там или ставить нестационарные торговые объекты. Так вот, предложена редакция, что размещать афиши, объявления, листовки, плакаты, рекламу, ну в общем все, что мы сейчас вот говорили, в чем заинтересованы рекламные агентства, значит запрещено на столбах, ограждениях, деревьях, наружном освещении и на фасадах. Раньше фасадов не было. Подождите, подождите. Не было. То есть эта фраза была введена, то есть где перечислено практически все, что является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Я не поняла, вот то, что вы перечислили афиши, листовки и так далее, это тебе не баннеры, это не световые конструкции, это те листочки, которые ходят и клеят куда ни по опыде разной непонятной личности. Мы сами против этого. И в том числе я вот уверяю, что рекламные агентства, которые в городе Кирове ведут деятельность, они как раз являются вот этим санитаром, который избавляет нас чаще всего от этих вот листовочек и всего того, что нас раздражает. Они приходят ко всем вот этим незаконно размещающим рекламные конструкции предпринимателям. Но не конструкция, а листовки. Листовки там, или же свои вывески. Ну, понимаете, в правилах внешнего благословения... То, что вы перечислили, не включает вывески, не включает баннеры. Вы назвали пока только бумажные носители. Афиша — это не баннер. Нет, нет, реклама. Слово «реклама». То есть оно включает и баннеры, и афиши, и световые конструкции. Это важно. Закон о рекламе включает в себя однозначно рекламные конструкции. Так вот, вот этот вот данный подраздел в этой редакции устанавливает запрет на определенное действие. То есть именно размещать. И устанавливает ответственного. То есть ответственность за размещение данных материалов несет лицо, в интересах которого размещены данные материалы. То есть заказчик рекламы. Да. Далее есть еще изменения в этих же правилах, в которых в подразделе 5.1, раздела 5, значит, предлагается редакция, где собственники и владельцы зданий несут ответственность. И должны в течение 5 дней, значит, устранить в случае, значит, появления предписания вот эту рекламу. Хотя, вот, допустим, 39-й закон определяет ответственность в данном случае на рекламораспространителя. Вот даже противоречие вот в виде, кто может отвечать, то есть получается и тот, и другой, значит, за то, что там что-то размещено. Ну и самое главное, достаточно быстро можно применить репрессивную меру, приняв вот это вот, значит, в такой редакции изменения правил внешнего благоустройства, при которой, ну, в течение 5 дней при наличии большого желания мы можем все поснимать. То есть собирается группа, объехали, посмотрели, выписали кучу предписаний, и через 5 дней начинаем сносить. Все. То есть это, значит, высвобождает более, по моим подсчетам, более третьей, значит, площадей, которые используются в наружной рекламе. Эти площади должны быть востребованы на иных каких-то площадках. И они могут быть востребованы на площадках общего пользования, на которых через аукцион, допустим, большим, хорошим, крупным лотом это все можно дело выставить, и зайдет какая-то одна солидная организация, которая, конечно же, может быть даже и вытеснится рынка существующих малых предприятий в этой отрасли. Вот у нас на столе с Ассаней лежат данные от как раз ассоциации ОРОК, те предприятия, которые входят в эту ассоциацию рекламную, они предоставляют следующее сведение, что в течение года в бюджеты всех уровней, правильно я понимаю, что это годовая плата, бюджеты всех уровней рекламной компании платят 13 миллионов 143 тысячи 15 рублей, плата собственником составляет 4 миллиона 295 тысяч рублей в городе, ну и общая площадь рекламных конструкций, которые используют эти предприятия, это 4038,95 квадратных метров. Вот такие цифры. Ну, сейчас логично задать вопрос уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславу Попову. Владислав Леонидович, то, что касается вас, то, что я услышала, это переживание представителей рекламных компаний, что их новым законом, новыми правилами вытесняют с рынка. Вы видите такую опасность? Когда мы начали данную тематику, данную проблему решать, она на 100% соответствует как раз той зоне ответственности, за которую я отвечаю. Это защита прав и законных интересов бизнеса. И данную проблематику мы стали рассматривать с трех точек зрения. Первое – это законность ситуации, то есть та, которая есть, и та, которая на сегодня предлагает поменять правила игры или ввести новое уточнение городской администрации. Второе – это экономика, потому что бизнес – это все-таки деньги, это расчеты. Ну и третье – так как мы живем в обществе, это какая-то социальная составляющая. С точки зрения законности, сейчас Александр Александрович все пояснил, что в принципе эта текущая ситуация у нас по размещению рекламы на придомовых территориях, она абсолютно законно, соответствует всей текущей нормативной базе. И насколько мы все понимаем на сегодня, что нет необходимости в нее что-то вносить и менять, потому что с точки зрения хозяйствования можно и текущими инструментами все урегулировать. Цифры, те, которые представила ассоциация рекламщиков, очень показательные. Уже отметил Константин Владиславович, что предостаточно, так скажем, это же не очень большие деньги, и при этом из этих небольших денег 4 миллиона уходит непосредственно домохозяйством, которые и занимаются благоустройством своих домов. Если деньги будут ходить, назовем это абстрактный городской бюджет, у вас есть уверенность, что они пойдут на благоустройство конкретных? Ну, из городского бюджета точно не будут выделять деньги конкретно лишившимся домам на детские площадки, крыльцо и, не знаю, там козырек над подъездом, мне так кажется. И есть очень важный третий аспект, вот как раз то, что на сегодня высказывают данные ассоциации, тут уже даже с учетом нескольких изменений в правилах благоустройства, а сколько с их опасениями по, так скажем, пока по непонятной ситуации вокруг конструкций, которые не выставляются на торги, что есть опасения, что придет крупный бизнес. Как я сказал, у нас есть три составляющие. Беззаконность, экономика и социальная составляющая. На сегодня данный рекламный бизнес представлен небольшими предприятиями в работочном сфере малого бизнеса, кировскими предприятиями. — И порядка 25, которые дают рабочими местами. — Совершенно верно. — И сколько у вас, Константин, в штате сотрудников? — 57. — А вы по сравнению со своими коллегами предприятие крупное, среднее, малое? — Примерно у всех так же. — И мы понимаем, что если данные лоты, данные площадки будут укрупняться, то местным небольшим малым предприятиям будет сложно в них участвовать, зайдет крупный бизнес. Что такое крупный бизнес с точки зрения нашей Кировской области, это и на, ну как сказать правильно, иногородние, это компании из других регионов. То есть у нас нет в регионе крупных рекламных компаний. Соответственно, какие-то рекламные бюджеты будут уже уходить не на нужды наших рекламщиков, на их жизнь, на их какое-то воспроизводство и хозяйственные деятельности, а будут уходить уже как прибыль, как оборот в другие регионы. Поэтому с трех точек зрения, с точки зрения законности, с точки зрения экономики, с точки зрения социального фактора, то, что она сегодня есть, давайте назовем ситуацию статус-кво, она полностью в интересах как города Кирова, так и Кировской области. Поэтому лично я максимально буду защищать данную ситуацию. Мне непонятна позиция города. И как минимум у нас предполагаются городские слушания. Мне бы хотелось, чтобы город озвучил свои цифры по площадям, по экономике. — Когда предполагаются городские слушания? — Если не ошибаюсь, комитеты городские пойдут до конца мая. — Городумы. — Городумы, извиняюсь, да. Так что до конца мая, как минимум, мы поучаствуем в обсуждениях пока до, скажем уже, до сбора Городумы. Кроме этого, я эту тематику обсуждал и с городской администрацией, и с руководством города. Поэтому пока будем ситуацию ждать. Эту ситуацию знат прокуратура. Прокуратура то же самое, изучив материалы, пока не увидела оснований для пересмотра. — Пересмотра правил? — Пересмотра правил. — Внесения изменений. — Внесения изменений, да. — У тебя есть вопросы? У меня просто есть. — Давай, давай. — Я безусловно задаю. — Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Плюснил, руководитель рекламного агентства РЕКОМ, Александр Долгополов, юрист, который защищает права рекламщиков и права домохозяев, на домах которых устанавливаются сейчас пока еще рекламные конструкции. Владислав Попов, полномочен по защите прав предпринимателей в Кировской области. Так вот, у меня вопрос следующий. Константину, а что мешает вам, вот вашей ассоциации ОРОКО объединиться и представлять собой крупную рекламную кампанию и участвовать таким образом в крупных лотах, например? — Я могу ответить. — Нет, я хочу, чтобы владелец кампании рекламной сказал. — Я не смогу внятно вам пояснить. Лучше специалист скажет. — Так, юрист. Владислав, пожалуйста. — Я обращаю внимание на то, что сейчас рекламные кампании, которые в том числе объединены в ассоциацию, они все-таки создают конкурентную среду. — То есть они друг с другом конкурентны? — Конечно, и это ведь положительный момент рынка. Он, значит, вычищает что-то путем конкуренции. В настоящий момент, значит, очень достаточно высокие сборы на аукционах обусловлены именно тем, что существует эта конкуренция. А представьте себе крупный игрок, станет ли он давать такие деньги за одну рекламную конструкцию, которую сейчас вот небольшие предприниматели, собрав все свои силы, выложили за одну конструкцию. — По миллиону двести. — А когда будет 25-30 конструкций, даже на них, если распишут по 100 тысяч на каждую конструкцию, уже не сможет одна компания из этой ассоциации, одна. Не сможет. А если они будут все вместе объединяться, ну тогда у нас монополизм получится. У нас конкурентная среда пропадет. — Прерывем сейчас на полторы минуты у нас реклама и продолжим говорить о том, что, по мнению наших гостей, влечет за собой изменение правил внешней рекламы, наружной рекламы в городе Кирове. Исчезнет ли с фасадов домов и придомовых территорий в Кирове реклама? Пострадают ли от этого домовладельцы? Что будет с предприятиями, которые эту рекламу производят и размещают? Тема нашего сегодняшнего разворота. Напомню, мы ее продолжим в среду в программе «Урбан». К нам придет глава города Кирова Илья Шульгин, который в курсе нашей темы, которую мы обсуждаем, и готов будет ответить на все вопросы. Почему сегодня его нет? Потому что он сказал, что он готов, но просто еще не доработана эта схема. Ее невозможно сейчас обсудить, поскольку она на доработке как раз готовится к вот этим самым заседаниям перед Гордумой, о которых говорит Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Он находится в нашей студии. Александр Долгополов – юрист. В студии у нас и Константин Плюснин, руководитель рекламного агентства «Реком». Свет, ну вот смотри, мы сейчас в перерыве уже обсуждали, да, мы поговорили про бизнес. Я понимаю примерно, что теряет город, да, город теряет налоговые какие-то поступления, город теряет, возможно, поступление от рекламы. Я понимаю, что теряет представителей рекламных организаций, возможно, да, то есть и бизнес можно потерять, и люди могут остаться без работы, все что угодно. Но мне кажется, гораздо важнее в этой ситуации то, что никто не думает о жителях почти что. Понимаешь, вот город вносит эти изменения. С одной стороны, вроде благие, да, давайте мы уберем рекламу, чтобы не было этого рекламного мусора, как это заявляется, да. С другой стороны, после того, как это произойдет, люди лишатся поступлений. Жители многих домов Кирова, которые размещали у себя рекламные конструкции, получали за это деньги, могли их тратить по своему усмотрению. То есть это, как говорит у нас Александр Долгополов, были целевые деньги. Мы сейчас подключаем как раз представителя одного из таких домов. Это активист дома по улице Воровского, 103, Сергей Трефилов. Сергей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, Сергей, на вашем здании, на вашем доме размещены рекламные конструкции, я помню, да, это недалеко от перекрестка Воровского и Хлебозаводского проезда. Скажите, пожалуйста, ваш дом, вот в год мы тут выясняли, какую примерно сумму получал разное здание. У вашего дома какие были поступления? Так, ну у нас 7 тысяч в месяц конструкция, это нам платит фирма. Так. Значит, это за год получается, ну немного вроде бы, 84 тысячи, но это реальные деньги, просто это реальные деньги. На них можно хоть что-то сделать, хоть что-то делается у нас. Потому что ничего нельзя допроситься от администрации, это бесполезно, там разговоров нет. Я просто что хочу сказать, я еще немножко предприниматель сам. Сколько было вопросов у меня к администрации, не только по этому делу, по земельным отношениям, там, по арендным отношениям. Бесполезно разговаривать, это просто бесполезно разговаривать. Понимаете? Сергей, ну... Тут хоть что-то, настоящие деньги, вот они есть. Их можно потратить на что-то. Так, Сергей, секунду, секунду. Значит, 7 тысяч в месяц. На что конкретно вы тратите, вот ваш дом Новороссийского 103 эти деньги тратит? Там, значит, что сделали, перелиться сделали, ну, лампочки меняют, какое-то благоустройство. Конкретно в подъездах что-то подкрасили. Подождите, лампочки меняют где? Где? В подъездах. Так это же управляющая компания делает. Вы знаете управляющая компания? Я недавно в этом доме. Вот я жил раньше на Карла Маркса в 47. У нас за два года сменилось три управляющие компании. И у них какая забота? Им деньги получить, все. Дальше они все забили. Сергей, в вашем доме сейчас, Новороссийского 103, какая управляющая компания? Я, знаете, я вот недавно, я честно... Не знаете, хорошо. То есть получается такая ситуация, получается такая ситуация, что нет, получается такая ситуация, что люди не требуют от управляющей компании, а сами зарабатывают деньги и вкручивают эти лампочки. Это важно, Ань. Подождите, Сергей. И так вот, то есть текущий какой-то ремонт, который по сути должна осуществлять управляющая компания, и ваш дом Новороссийского 103 тратит вот эти деньги. Понятно. И вы сейчас переживаете, что у вас и этих денег не будет? Ну, конечно. Конечно. Хоть какая-то копеечка, но она как бы своя. Своя. Это наши деньги. А кто вам сказал, Сергей, а кто вам сказал, что в результате вот этой реформы и внесения новых правил благоустройства, касающихся наружной рекламы, на вашем фасаде нельзя будет рекламу размещать? Может, она просто будет другая, и может быть, деньги все-таки поедут? Вот директор фирмы рекламной, он всех обошел и сказал, вот так и так. Владелец рекламной фирмы. Все, скоро ваши деньги прекратят поступать, и все. Все понятно. Спасибо. Никакой не секрет. Спасибо, Сергей. Сергей Трефилов, активист дома по адресу Воровского, 103. Вот посмотрите, какая интересная история получается. Я сейчас к юристу обращаюсь, к Александру Долгополову. Люди знают о том, что происходит, и имеют информацию о том, какие там правила изменения вносятся, с подачи рекламной кампании, которая размещает рекламу на конкретном доме. А кто вам сказал, что вы правильно трактуете те изменения, которые вносит сейчас городская администрация в правила благоустройства? Ведь они еще даже не утверждены и даже еще не обсуждались. Ни на доме не обсуждались, ни с вами не обсуждались, ни на комиссиях никаких не обсуждались. Вас же не приглашали для того, чтобы обсуждать это? Светлана, я могу ответить. Я вижу, уже и Константин рвется. На самом деле обсуждались. Даже были слушания. Были слушания в администрации города Кирова в соответствии с установленными правилами. То есть любое изменение в нормативный документ, который принимает орган местного самоуправления, должно пройти слушание. Не всегда, конечно, это проводят, но здесь каким-то образом организовали. На слушаниях было более чем обычно приходит. Больше людей было, в том числе и эти активисты были. Это раз. Второе. Где-то рекламные компании работают в сотрудничестве с активистами для того, чтобы, действительно, ведь не на каждом доме можно рекламу продать. Ведь просто так прийти, заплатить дому денег и после этого ничего с этого не получить. Но это не бизнес, это просто благотворительность. Поэтому рекламные компании в каких-то домах заинтересованы, в каких-то нет. Поэтому сотрудничество идет. И они приходят и в курсе вот этих вот изменений, которые могут помешать либо помочь. Когда были слушания? Слушания пару-тройку недель назад были, дату не помню. Вот как раз Сергей там и был. Вот а вопросы, которые задавали администрации на этих слушаниях, они какого рода были вопросы? А вот смотрите, я ведь озвучил, когда мне давали слово, что у нас вот меня, допустим, смутили три изменения, незначительных изменений в правила внешнего благоустройства, которые касаются размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций. именно запрет, то есть их внесли в запрет, внесли в ответственность и, соответственно, формулировки, что является вот таким вот, значит, такой рекламой. А вопросы самих представителей бизнеса там звучали? Конечно. Вы свои опасения там высказывали? Вас услышали? Что вам ответили на этих слушаний? Даже приглашали, соответственно, специалиста с городской рекламы, который отвечает. Что вам сказали на ваши опасения, что вы умрете, как вы говорите? Я боюсь, что я умру. Ну, там ничего внятного никто не сказал. Просто заслушали наши поправки, взяли на обсуждение. Прошло три недели, тишина. Сейчас прибывляется еще одна неделя, еще. Вопрос идет к тому, что стабильная российская ситуация. Давайте затянем, а потом всех кинем. Ага. Вот мы подключаем еще одного активиста. Мы пытаемся связаться еще с одними представителями именно жилого дома. Я так понимаю, что через какое-то время случится. У нас есть опыт других регионов. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, который на студии. Владислав Леонидович, вы собрали опыт других регионов и говорили до начала эфира, что это федеральная повестка. Ну, давайте так скажем. Вообще, это, наверное, все-таки общая для России концепция. У нас есть такой термин, мы потихоньку цивилизируемся. Не совсем понимаю, что каждый, что что-то включает. Видимо, понятно, что какие-то городские муниципальные власти стремятся к тому, чтобы облик городов соответствовал каким-то общим мировым трендам. Ну, у нас в каждом регионе есть институты уполномоченных. Я связался с нашими соседями, посмотрел, как эти ситуации решаются. Да, в других регионах возникают подобные же ситуации, и все идут примерно тем же путем, что и мы. Везде, на мой взгляд, я все-таки являюсь, так скажем, чиновником, получиновником, полуобщественником. На мой взгляд, необходимы все-таки какие-то компромиссы. Не-не-не, погодите, каким путем они идут? Они идут... Переговором. То есть, если мы говорим об изменениях в правилах благоустройства, то, наверное, здесь важен не термин «запрет», а здесь, наверное, важно упорядочение. То есть, если мы говорим о рекламе, она не должна быть раздражающей. Владимир Владимирович, подождите. Вы начали правоопыт других регионов. В чем он заключается? Точно так же возникает общественное слушание. Где-то в регионах, грубо говоря, решается что-то в пользу властей. Стойте, это не о том. Итак, изменяется внешний вид рекламы? Раз. Так? Так. Лоты укропняются? Укропняются. Два. Дальше. Приходят новые игроки, передел рынка происходит? Вот конкретных примеров по заходу крупных игроков я пока не вижу. Не видите? Что происходит с домами, на которых конструкция? Что везде прям счищаются все конструкции? Где-то счищаются, где-то упорядочиваются. Вот в нашем случае, в случае наших регионов, то, что мы сейчас говорим, это принципиально важно. Есть крупные регионы, где, возможно, данный вопрос не столь значим в масштабах того же городского бюджета или в масштабах работы управляющих компаний или каких-то домохозяйств. В нашем случае, когда мы каждую копеечку считаем, и вот то, что сейчас мы слышали включение, когда человек говорил, что 7 тысяч месяцев это гигантская сумма, это очень важно. Давайте сейчас подключим еще одного активиста. Да, у нас Елена Пономарева на связи, активист дома на Комсомольской 16, это дом напротив стадиона «Локомотив» и ДК «Железнодорожников». Елена, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Елена, поясните нам, пожалуйста, только коротко. Ваш дом сколько получает денег от размещения рекламных конструкций и на что тратит? Мы получаем 60 тысяч в год. Мы облагораживаем территорию около дома. У нас была огромная яма, лужа, грязь, и в итоге мы заказали песка, завезли все это, облагородили, дорожку выложили асфальтом, бордюр выложили и заказали шлагбаум. Сколько лет вы получаете деньги от рекламных конструкций на вашем доме? В течение двух лет. Какого вида рекламных конструкций на вашем доме представлено? У нас щит. Щит, рекламный щит. Большой рекламный щит? Ну, в пределах, может быть, где-то 10 квадратных метров. 10 квадратных метров. Спасибо. У нас остается буквально две минуты до завершения нашего сегодняшнего разворота на эту тему. Напоминаю еще раз в среду в программе «Урбан» Илья Шульгин ответить на все вопросы, в том числе и на вопросы по новой концепции внешней и наружной рекламы. И готов он встретиться с нашими гостями, которые здесь сейчас в студии. Он мне это сказал лично. Я бы, кстати, тебе предложила еще и жителей вот этих домов тоже подключить к эфиру, если это будет возможно. У нас прямой эфир. Да, чтобы не было возможности задать вопрос. Всегда. Но, смотри, Ань, тут еще один вопрос, который у тебя вызвал сомнения и на который делают акцент наши гости в том числе. Что возможно сокращение поступлений от рекламы в случае изменения вот этих правил в бюджеты разных уровней. Так вот, поправьте меня, Владислав, если я не права. Как раз изменение в это законодательство, эти вот поправки во всех регионах, где оно внедрялось, было направлено на увеличение поступлений от рекламы. Совершенно верно. Мы сейчас, самая главная задача, которую как раз я и пытаюсь понять от городских властей, будет ли альтернатива. У нас вот спряжение сейчас не эмоции. Вот Константин больше говорит, конечно, эмоциями. Все понятно. Он теряет бизнес. Естественно. Люди теряют работу. Я как такая нейтральная такая фигура, говорю, дайте расчеты. На сегодня вот одна сторона, то есть бизнес, он дал свои расчеты. Сколько объем площадей, сколько объем доходов, в том числе муниципальных доходов, доходы домохозяйств, сколько, примерно, стоимость одного квадрата рекламы. Сейчас мы эти цифры должны увидеть от города. А потом же будет разговор более предметный. Если мы поймем, что цифры несопоставимы, то решение очевидно. То есть если город докажет, что он новой своей концепции в разы будет больше получать денег от рекламы... Именно в таком ракурсе я ставил вопрос с городским властям. Тогда останется очень серьезный социальный вопрос. Куда пойдут все эти люди, которые сейчас занимаются этим бизнесом? Началось с того, что все эти вопросы находятся в моей компетенции, но не только в моей личной компетенции, а как раз в компетенции чиновникам, в том числе и городских, и региональных, и федеральных. То есть у нас есть бизнес, который необходимо сохранить. Малый бизнес, который сейчас развивать собираются, увеличивать. И ведь сегодня концепция задана, вектор задан президентом, он однозначен. Поддержка малого бизнеса. Совершенно верно. Если мы понимаем, что это не происходит власти, объясните. К 25-му году у нас в два раза больше должно быть предприятий малого бизнеса. Мы благодарим Владиславу Попову, полномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, Александра Долгополова, юриста, эксперта в сфере недвижимости, Константина Плюснина, руководителя рекламного агентства РЕКОМ и Ассоциации рекламных организаций Кировской области за сегодняшний эфир. Тему мы не оставляем, мы ее продолжим, безусловно, да, возможно, и потом. Анна Лапшина, Светлана Занько, перерыв, и мы вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин